5 апреля глава муниципалитета Александр Баранов провел заседание проектного офиса администрации городского округа ЗАТО Фокина. За круглым столом будущие проекты общественных пространств вместе с руководителями обсуждала активная молодежь нашего городского округа. Подробности в первом сюжете сегодняшнего новостного выпуска. Проектный офис – это форма взаимодействия, площадка для работы администрации округа с активными гражданами, общественными объединениями, деятелями культуры, спорта, образования, молодежью, как самой инициативной, динамичной, предприимчивой частью населения, у которой есть желание создавать новое, искать наиболее успешные решения. На заседании глава муниципалитета Александр Баранов рассказал о созданных и создаваемых общественных пространствах на территории городского округа, в том числе в домах культуры, библиотеках, спортивных и общеобразовательных школах, школах искусств с 2019 по 2022 годы. Для того, чтобы все эти национальные проекты эффективно выполнялись, необходимо участие общественности. Особенно это реально и наиболее эффективно – это формирование комфортной городской среды. Что такое формирование комфортной городской среды? Это вот наша площадь ТОВ, сквер у Спутника, в Дунае тоже площадь, это строительство спортивных площадок и так далее. И при формировании перечня объектов, которые необходимо реализовать, построить, это голосование. То есть это участие граждан, это прежде всего граждане взрослые, ну и молодежь. В 14 лет вы имели право голосовать в выборе то ли иного объекта. По результатам голосования можно узнать, что в приоритете у подрастающего поколения. Губернатор края поставил задачу максимально вовлекать в общественную работу, в жизнь городов, сел и поселков молодежь. На заседании обсуждалась возможность внедрения новых идей. Хочется отметить, что ребята действительно заинтересованы в том, чтобы на нашей территории появились интересные новые площадки и пространство для комфортного проживания. Они наравне с руководителями предприятий, организаций рассуждали, как можно сделать наш городской округ лучше и качественнее, как вместе работать на результат. Нам необходимо внести в жизнь нашего города некую новую динамику, некий новый взгляд на те или иные объекты, которые уже существуют. И для того, чтобы разрядить вот этот офисос, который сейчас у нас, да, несколько присутствует, я хотела бы, чтобы каждый понимал, кто сидит рядом, кто сегодня пришел на эту встречу. Давайте начнем вот так по кругу. Я подниму руку, представлюсь и каждый это сделает, чтобы мы понимали, кто сидит рядом и с кем можно в дальнейшем вступать, когда начнется беседа, диалог. За круглым столом выслушали каждого участника встречи. С докладом выступили первый заместитель главы городского округа Светлана Кимбаева, инженер управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства администрации городского округа Людмила Витютнева. Они представили подробную информацию о предстоящих проектах, каким будет после перезагрузки сквер Тихоокеанский. Рассказали о новом облике сквера «Спутник», о втором этапе его реконструкции. Евгений Анденко, молодой специалист юридического отдела, предложил взять в будущий проект парковую зону возле торгового центра «Дипломат». А Сергей Мальцев, будущий выпускник гимназии номер 259, высказался об открытии в будущем закрытого катка и школы спортивной гимнастики. На сегодняшний день по качеству городской среды городской округ Затофокина занимает первое место среди малых городов Приморского края. И нужно сделать все возможное, чтобы закрепить это звание. Уже 15 апреля стартует голосование в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды». И важно, чтобы участие в нем принял каждый житель нашего городского округа. Юлия Цыганова, Екатерина Приписнова, Хафиз Басыров, Тихоокеанское телевидение.